Недавно город облетела новость о лисице, которая облюбовала бандарку. Дикое животное бегало по району, совершенно не боясь людей и собак. Такое поведение характерно для животных, зараженных бешенством. Результаты ветеринарного исследования диагноз подтвердили. В срочном порядке были обследованы животные, которые могли иметь контакт с лисой. Ведь чем раньше обратиться к ветеринару, тем больше шансов спасти животное. Это же правило распространяется и на человека. В тот день Ирина возвращалась с Наринмара домой. По пути в поселок Искателей совсем неожиданно на дорогу перед автомобилем выскочила лиса. Уже темнело и на дорогу мне выскочила лиса. И, конечно, я не успела уже ничего сделать, потому что она буквально бросилась мне под колеса. Естественно, ударилась о бампер машины и, собственно, уже под сами колеса. Просто самое удивительное, что, можно сказать, в городе, уже ничего не боясь, уже эти лисы ходят. Это, в принципе, уже не единичный случай. Как потом выяснили сотрудники ветеринарной службы, лиса была заражена бешенством. И главный признак заболевания – потеря страха перед людьми – был налицо. В Ненецком округе это не первый зафиксированный случай в 2017 году. Девять случаев карантина были наложены в связи с заболеванием диких животных. Это песцы и лисы. В основном в этом году почему-то именно характерно для лисы это заболевание. Один случай был больная собака. И один случай, который касался оленеводческого хозяйства – это заболевание северного оленя. Сегодня карантин действует на пяти территориях Ненецкого округа. Участки оленей Пастбищ, СПК Индига, посёлок Красное, деревни Макарова и Пылемец, а также район Бондарка в Наринмаре. По словам руководителя инспекции, возможная причина распространения бешенства – нерегулируемая численность животных. Раньше в округе была популярна охота на пушных зверей. Мех шёл на пошив шапок, шуб и воротников. Сегодня пушным промыслом занимаются немногие, что способствует размножению диких животных. Именно они – главные разносчики опасного заболевания. Если есть собака или кошка, то их обязательно нужно вакцинировать против бешенства, установленные сроки. Если ваше домашнее животное было покусано дикими или домашними животными, то в течение 48 часов нужно обратиться на ветеринарную станцию для проведения вынужденного вакцинации против бешенства. Ветеринары советуют делать прививки от бешенства каждый год. На станции по борьбе с болезнями животных каждый четверг питомцев вакцинируют бесплатно. У меня собачка Такса, зовут его Рик. Ему сейчас скоро будет годик. Решили съездить привиться от бешенства. Раньше не прививались, первый раз эту прививку делаем. Потому что особо не бегали, а сейчас подростки, много гуляем ходим. Да и ещё плюс у нас случаи всякие бешенства. Участились бегают бешеные лисы, песцы. Если же дикое животное покусало человека, помощь окажут в приёмном покое или ближайшем медицинском учреждении. Место укуса обработают и назначат профилактическое лечение. Это курс прививок специальной сыворотки. Как правило, если начать профилактику вовремя, то можно избежать тяжёлых последствий в виде именно развития заболевания. Потому что если развиваются заболевания бешенства, то оно, как правило, лечению не поддаётся. Достаточно тяжёлое и в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Такой случай был зафиксирован в соседней республике Коми в 2016 году. Об этом нам рассказали сотрудники регионального Росприроднадзора. Ведомство ведёт учёт жителей округа, покусанных животными, в том числе дикими. Был случай укуса песцом сотрудника одного из нефтяных месторождений, расположенного на территории округа. После укуса, до момента гибели сотрудника прошло всего два месяца. Сотрудник не обращался. Это был укус песцом в правую кисть. Сотрудник обработал края раны самостоятельно и в медучреждение не обращался. Так, в 2016 году ведомство зафиксировало четыре случая укуса дикими животными. Причём в качестве обидчика выступили не собаки и лисы, а лемминг, крысы и даже андатра. Так что во время походов в лес и тундру стоит быть очень внимательными.